Девушки пропустите, пожалуйста. И открытости судебных процессов не приходится, потому что законы, как правило, не работают и применят, как всегда, физическую силу, чтобы нас выгнать. Судья объявил перерыв до 11 часов. И с тем, что конвой не приехал. Алмазбек Шашанович в суд также не прибыл. И еще один фигурант, Качканалиев, тоже не прибыл. Все остальные, все здесь. И будем рассматривать с первых вопросов, начиная с того, что не все достаточно ознакомились с материалами уголовного дела. Другие ходатайства, которые возможны, заявления на предварительных слушаниях. Все сегодня вот должны начать. Но я думаю, что мы за один день все это не успеем. Сколько всего сейчас под судебных получается? Ну, по этому делу 4 фигуранта. По обвинительному акту, который подписала генеральная прокуратура, в данном случае 4 обвиняемых. Почему всего 4, если говорилось о 19 человек? В данном случае там 14 лиц, так назвали в обвинительном акте, 14 лиц подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. И, значит, они как бы расцепляют соучастников преступления, увеличают соучастников преступления. То есть им за это ничего не будет, то, что они сделали? Получается так, что, согласно соглашению, им предложено было по договору вместо 15 лет 300 тысяч сумм штрафа. И отпустили их от домашней ареста и так далее. Вот вследствие этого там появились некоторые показания. Но даже показания, которые появились, они ни в коем случае не уличают Алмазбека Шершеновича в каком-либо преступлении. Обязательно ли присутствие всех фигурантов дела, в том числе Алмазбека Томбаева, в этом заседании, что бы? Ну, в данном случае по суду должны пригласить всех. Там есть основания, которые не могут участвовать или могут не участвовать, обвиняемые. Но это отдельный вопрос, то есть нужно перечислять. А, кстати, вот судья. Заседание было отложено до 11 часов дня. И буквально несколько минут назад стал в судебное заседание. Зашел судья. И, видимо, заседание уже началось. Еще что-то происходит. Движение какое-то. Судья покидает зал в судебном заседании. Видимо, снова что-то отложили. Сейчас дождемся официальных комментариев. Сторона адвоката. Судья совещательный вышел к себе. Сейчас он отсюда вышел. Я не знаю, почему он вышел. Нет, он выходит либо огласил. Прокуроры выходят. Четыре прокурора. Прокуроры направляются. Выходит. Дираджио Удубаева. Дираджио Удубаева будет отказываться от комментариев. Прокуроры направляются. проходим ребята ребят 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 0 дубаева не отказывается от комментариев сток слова на единственный может вы прокомментировать как адвокат это была индира дубаева единственная единственная женщина из четверки подсудимых по делу азиза батукаева предварительные слушания отложены на 14 октября на 14.00 в связи с тем что алмазбек шашенович атомбаев отказался прибывать суд на предварительные слушания с этим я могу сделать заявление что ранее алмазбек шашенович атомбаев уже заявлял что он не желает участвовать в той игре которую предложили собственно говоря власти для алмазбека шашеновича то есть и ту роль которая ему отведена в этом уголовном деле на основании нарушений конституции и законов киргизской республики поэтому он отказался прибывать судебное разбирательство судья отложил но я еще хотел бы добавить то что судья начал сразу же с нарушения уголовного процесса он удалил моего помощника из зала помощника адвоката который собственно говоря выполняет свои функции в соответствии с законом об адвокатуре и адвокатской деятельности и никаким образом не создает препятствия для осуществления уголовного процесса